ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ЯКОВА ИСИДОРОВИЧА ПЕРЕЛЬМАНА НЕ ОТКРЫВАЯ КОШЕЛЬКОВ Фокусник высыпает на стол кучу монет на сумму 3 рубля и предлагает вам задачу. Разложить деньги по 9 кошелькам, так что любую сумму от 1 копейки до 3 рублей можно было бы уплатить, не открывая кошельков. Это может показаться совершенно невыполнимым. Не думайте, однако, что фокусник расставил вам ловушку из игры слов или из неожиданного их толкования. Посмотрите, фокусник сам берется за дело. Разложив монеты по кошелькам и привязав каждому ярлычок с обозначением вложенной суммы, он предлагает вам назначить любую сумму не выше 3 рублей. Вы называете первую пришедшую на ум сумму, например, 2 рубля 69 копеек. Без малейшего примедления фокусник отбирает и подает вам 4 кошелька. Вы открываете и находите в одном 0 рублей 64 копейки, в другом 45 копеек, в третьем 1 рубль 28 копеек, в четвертом 0 рублей 32 копейки, и того 2 рубля 69 копеек. Вы готовы заподозрить фокусника в ловкой подмене кошельков и требуете повторения фокуса. Он пододвигает все кошельки к вам, и когда вы называете новую сумму, например, 1 рубль или 7 копеек, или 2 рубля 93 копейки, немедленно указывает, какие из лежащих у вас под рукой кошельков должны вы взять, чтобы составилась назначенная вами сумма. А именно, Для 1 рубля 6 кошельков 32 копейки, 1 копейка 45 копеек, 16 копеек, 2 копейки 4 копейки. Для 7 копеек 3 кошелька, 1 копейка 2 копейки 4 копейки. Для 2 рублей 93 копеек, 7 кошельков, 1 рубль, 28 копеек, 32 копейки, 8 копеек, 45 копеек, 64 копейки и 16 копеек. Кошельки по приказу фокусника, оказывается, всегда готовы составить любую названную сумму, до 3 рублей. Чем это объяснить? Разгадка. Секрет кроется в том, чтобы разложить монеты следующим образом. 1 копейка, 2 копейки, 4 копейки, 8 копеек, 16 копеек, 32 копейки, 64 копейки, 128 копеек и, наконец, в последний кошелек остальные деньги. То есть 45 копеек. Из первых 8 кошельков, возможно, как нетрудно убедиться, составить любую сумму от 1 до 255 копеек. Если же задается сумма большая, то пускаются в дело последний кошелек с 45 копейками, а разницу составляют из первых 8 кошельков. Вы можете проверить пригодность такой группировки чисел многочисленными пробами и убедиться, что из них можно действительно составить всякое число, не превышающее 300. Но вас, вероятно, интересует и то, почему, собственно, ряд чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее обладает столь замечательным свойством. Это нетрудно понять, если вспомнить, что числа нашего ряда представляют степени числа 2. 2 в нулевой степени, 2 в первой, 2 во второй, 2 в третьей, 2 в четвертой и так далее. Примечания автора. Проходившие алгебру знают, что число 1 можно рассматривать как 2 в нулевой степени. Конец примечания. И, следовательно, их можно рассматривать как разряды двоичной системы счисления. А так как всякое число можно написать по двоичной системе, то значит и всякое число возможно составить из суммы степеней двойки, то есть из чисел ряда 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Когда вы подбираете кошельки, чтобы составить из их содержимого заданное число, вы в сущности выражаете заданное число в двоичной системе счисления. Например, число 100 легко составить, если изобразить его в двоичной системе. Напомним, в двоичной системе на первом месте справа стоят единицы, на втором – двойки, на третьем – четверки, на четвертом – восьмерки и так далее.